Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Депутаты Госдумы отправили программу развития арктической зоны на доработку, признав ее сырой и неотвечающей реалии. Напомню, программа рассчитана до 2020 года и включает в себя семь подпрограмм, которые содержат материалы развития судоходства, ледокольного флота, снегоходной и болотоходной техники и другие моменты. Однако там нет упоминания о развитии малой авиации, на которой держатся северные территории. По словам депутата Госдумы от Ненинского округа Сергея Коткина, представленный на рассмотрение комитет документ получился неконкретным, декларированным, со слабой социальной составляющей, не защищающей людей, живущих и работающих в Арктике. Каким в идеале должен быть закон о развитии арктической зоны, парламентарии рассказали в программе «Актуальное интервью». Первое впечатление это то, что писали ее, но не в тишине московских кабинетов, потому что тишина тут безмолвная в Арктике, а там в шумных московских кабинетах ее писали. И она, конечно, не отряжает реалии тех проблем, которые имеют место в Арктике. К примеру, несколько буквально фактов. Это много говорится о развитии ледокольного флота, говорится о болотной технике даже проходимой, что нужно развивать, экология, все. Но абсолютно нет развития малой авиации. То, что у нас большая проблема в целом. Мы единственные наши, это Наринмарские предприятия, которые эксплуатируют самолеты, Ан-2 и ТВС, которые сейчас закупили два, и второе Арктическое предприятие. Все остальные арктические территории возят пассажиров вертолетами. Сегодня замены самолету Ан-2 практически нет. И наработок в этом плане у нас ТВС хвалят. Неплохой самолет, по крайней мере, сколько мы работаем, действительно плюс. Но, если правительство поддерживает по лизингу приобретать воздушные суда, самолеты, по становлению правительства, то вертолеты не отнесены к пассажирскому классу. А отнесены, значит, приобретать вертолеты сейчас, когда срок эксплуатации вертолета Ми-8 35 лет. Они все уже где-то до 90-х годов. У нас через 10 лет, через 5-10 лет не будет самолет на вертолетном парке. Не только у нас, в целом по Российской Федерации, по арктическим территориям. Благо, спасибо нашему предприятию и исполнительной власти, окружной, и окружному собранию о том, что мы поддерживаем наше предприятие. Мы закупили вот один вертолет, два самолета закупили. Сейчас по санавиации якобы вертолет будет. Но, тем не менее, нефтяные компании, Роснефть, Лукоил, ну, Лукоила свой плак, Роснефть ставит условия. Срок эксплуатации вертолета должен быть, условно говоря, не более 5 лет. Все. В результате мы отпадаем, мы неконкурентно способны. Выходит ЮТР, фирма уже. То есть, все это логично понятно. В целом, серьезнейшая проблема, которую нужно решать. В этой программе ни слова о ней абсолютно нет. Есть там раздел по органам полиции, о том обеспечении безопасности в целом по арктической территории. Но ничего не сказано о транспортной прокуратуре, не о транспортной прокуратуре, а об экологической прокуратуре. С точки зрения защиты экологии, прокурорские реагирования. Вот здесь наш прокурор, Николай Валентинович, эту проблему ставит перед генеральной прокуратурой о том, что эта прокуратура должна быть арктическая. Проблем очень много. Я уже не говорю о рыбодобыче, которой у нас постоянно проблема. Я уже не говорю об охоте. Вот эти все моменты, которые нам нужно решать. Я уже не говорю о изменении вводных кодекс, которые нам нужно делать. Мы получим предложение здесь, территории. Будем вносить свои предложения и добиваться того, чтобы, я думаю, меня коллеги, все депутаты арктических территорий, безусловно, меня поддержат. Безусловно, поддержат, потому что ее нужно дорабатывать и дорабатывать очень основательно.